Каждая высшая личность не только высокоинтеллектуальна, высоко сознательна, но и прекрасна в своем внешнем и внутреннем построении. Высшие сути гармоничны, источают сами свет, любовь и добро. Они обладают свойствами, о которых человеку приходится пока только мечтать, и это высшие творцы. Мы уже знаем, что помимо положительных созидателей, существуют и отрицательные, тоже высокоинтеллектуальные, целеустремленные. Но они развиваются в других процессах, поэтому имеют противоположные качества. Но и те, и другие работают на одну общую цель – поддержание нормального состояния и функционирования того объема, в котором они обитают. Они не тратят время на распри или бестолковые доказательства своего превосходства, а просто работают каждый в своем направлении, понимая, что если они не выполнят добросовестно свое маленькое в масштабах Вселенной дело, то может рухнуть все, что окружает его определенным благосостоянием. Главное – это понимание того, что от частного зависит общее дело. Поэтому и человека учит ко всему относиться добросовестно, с максимальной ответственностью, выполнять даже маленькое дело со старанием и любовью. Мести двор, мыть посуду, стирать белье надо добросовестно и с любовью. Чтобы потом, так же добросовестно и с любовью, на следующей стадии развития строить здания и самолеты, затем миры и планеты, галактики и Вселенные. Но начинается все с малого. Так как законы добросовестного отношения и любовь превращаются в функции души, Когда она приобретает эти качества в малом, то и к большому муже иначе относиться не может. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...